С первой задачи мы разобрались. Примеры кода мы разберем позже. Теперь рассмотрим еще один пример. Постановку задачи вы видите у себя на экране. Требуется создать сложный каталог со сложной структурой хранения данных. На классическую схему каталога, группа элементов, такая структура не ложится. Кстати, как видите, постановка задачи идет от визуального представления данных. Как правило, реальные задачи именно в таком виде и приходят. Заказчик не знает ничего о том, как вы будете данные хранить, как размещать, как редактировать. У него есть принятые в отрасли или в компании структуры обозначения той или иной информации. Вот с такой детализацией он хочет и видеть всю эту информацию. А дальше ваше уже дело рассуждать, планировать, как это будет. Вот такая сложная структура у нас получилась. У нас есть первая сущность, первый инфоблок – это жилищные комплексы. В нем есть название, статус, новые скоро в продаже, площадь комплекса, сколько квартир осталось непроданных, изображение для анонса, описание, слайдер, нужное поле типа файл, телефон менеджера, ссылка на сайт. В поле связи с отдельными инфоблоками расположение и инфраструктура. В поле связи с инфоблоком генплан, аналогично панорама, ипотека, проектная декларация, контактная информация. У всех этих инфоблоков, по сути, только одно поле – описание. Зачем мы вынесли все эти сущности в отдельные инфоблоки? У нас подразумевается, что данные сущности будут размещаться на отдельных страницах. Следовательно, мы отделяем всю остальную информацию, которая имеется у жилищного комплекса. Не запрашиваем ее, не работаем с ней, а вводим только текстовое поле соответствующего инфоблока. Плюс такое решение нам позволит индексировать информацию и строить отдельный адрес для каждой сущности, так как мы не смогли бы отдельно для каждого поля одного инфоблока делать отдельные страницы. Также у нас есть этапы строительства. На схеме отмечены две сущности. На самом деле мы их можем совместить в одном инфоблоке. Этапы строительства делаем элементом инфоблока. У него сразу сдаем необходимое количество полей. Предполагается, что до каждого месяца будет не более трех фотографий. Все они объединяются в кварталы. В итоге получают год. Можно ничего не придумать и создать 36 свойств типа файла. Мы могли пойти по пути множественных свойств. Но наш способ прямой и по ресурсам наиболее экономичный. Все эти кода для каждого жилищного комплекса помещаем в папку и уже привязываем его в жилищном комплексе. И самая главная и сложная сущность – планировки. Тут тоже привязываемся в жилищном комплексе группе элементов. А в группе элементов можем размещаться от одного до нескольких элементов. Элементы из себя представляют корпуса жилищного комплекса. У каждого жилищного комплекса есть название, изображение, ширина здания. Нам нужно будет это для вывода. Высота построенного здания в случае, если здание строится. А также связь с инфоблоком этажей. Далее у нас на схеме отмечены две сущности. Но мы их также можем склеить в одном инфоблоке. Группы первого уровня у нас группируют сущности по жилищным комплексам до удобства. К ним и привязываемся. А группы второго уровня – это и есть этажи, у которых есть целый набор параметров. В эти группы размещаем, собственно, квартиры. Кстати, при нашем устройстве связи, по сути, мы не привязаны к уровню групп. Для удобства можем создать группу первого уровня – жилые комплексы. Далее группу второго уровня – это корпуса. И только третий уровень – этажи. У квартиры тоже имеет целый набор параметров для вывода всего этого в публичной части. В следующем видео мы посмотрим, как же у нас получилось и как это все выглядит.